Здравствуйте! Очень свежая новость, ну скажите банально, но все равно интересно. Веним Кондратьев предложил своему заместителю Василию Швец стать исполняющим обязанности в дальнейшем и главой города-курорта Анапа. Василий Александрович две недели поработал в огловой комиссии в Анапе, погрузился в проблемы градостроительства и жизнедеятельности курорта. Кроме того, уже более трех лет курирует отрасль курортов, он понимает, что нужно гостям и жителям города. Впереди серьезная работа, нацелена на решение вопроса, которые проседали долгое время. Это касательно благоустройства, самовольного строительства, застройки пляжных территорий. Необходимо не только вернуть Анапе былую славу, но и сделать ее курортом будущего, современной, удобной и комфортной. Безусловно, решающим словом в этом вопросе станет голосование депутатов на заседании местного собрания. Как думаете, взбрыгнут депутаты или проголосуют за Швец? Я могу сказать, что во время работы этой комиссии мы обнаружили, как песок с дюны просто берут, завозят во двор. Приезжает полиция, потом администрация тоже приезжает, там вроде разбирательские какие-то проходят. И пишут, что дали объяснение, песок не воровали, песок просто убирали заносы песка. И никаких пояснений, почему его завозили во двор и ровняли по чужому участку. Вот, надеюсь, что все-таки в дальнейшем наша администрация будет работать по-другому. Но я поздравляю человека, будем надеяться, что все-таки его амбиции хватит на то, чтобы поставить на места все вот такие вот моменты. Меня больше всего интересует море, чистое, бесплатные туалеты и комфорт наших граждан. Это, чтобы на пляжах было чисто, мы совершили шум моря и чистили камку. И тогда будет просто великолепный курорт. Проблемы с водой у нас вроде бы как не возникают с электричеством, тоже уже решены. Если остановить на данном этапе застройку, то в дальнейшем проблем не будет. А значит, надо заниматься непосредственно инфраструктурой. Это школы, садики. Юрий Поляков начал эту тенденцию. То есть, первая школа при нем заложена, которая вообще никогда не строилась. Будем надеяться, что не остановится. Ну и также другие моменты. Очень многие мне говорят о том, что, допустим, нравится, как подсвечивают зеленым цветом Пионерский проспект. Действительно выглядит просто великолепно. Ну, кажется, время покажем. Пишите в комментариях, чего бы вы хотели от новой мэрии, чего ждете. Потому что сейчас все жалуются на огромнейшее количество мусора. Допустим, у нас бульвар Шардоне уже три года. Все три года, которые был Юрий Поляков у нас при власти, остается без света. И в последний месяц управления администрация Анапы с Неско, по-моему, не прокладывали коммуникации. Разбили нафиг дорогу, пандусы. Анапы – это курорт с доступной средой. Во! Надеемся, что эта администрация сейчас прибежит и все исправит. Ну, я жду вас комментариев. Все-таки там еще другие люди будут подавать свои заявки. Вдруг кого-то выберут другого. Я, конечно, я лично сомневаюсь, что кто-то будет другой. Кроме того, кого поставил губернатор. Там первая строка была. Губернатор может назначить. Я просто читал, думал, вдруг пойди в мэра. Но не судьба. Продолжение следует.